Здравствуйте! Есть такой термин «биорезонансная диагностика» или «биорезонансная терапия». Вообще, вот в тех кругах, к которым я принадлежу, принято мнение, что вот эти всякие биорезонансные технологии – это не есть правда. Это в самом плохом случае жульничество, а в самом хорошем случае заблуждение. Я вам сейчас расскажу вот эту формулировку, которая в наших кругах царит. Ну вот о чем, что такое биорезонансное? Понятное дело, что у молекул, атомов, которые входят в состав нашего организма, у молекул, есть некий уровень энергии. У этого уровня энергии есть своя частота возбуждения, электромагнитного возбуждения. Но вы знаете, что у сложных молекул, у крупных молекул, у многоатомных молекул, у них вот эти все колебательные, вращательные, наверное, у большой молекулки сгибательные уровни энергии, они все находятся в микроволновом диапазоне. То есть, вроде бы как все получается. Настроить вот так хорошо частоту на какие-то колебания, которые заставят молекулу как-то так колебаться. Но что эти колебания приведут к чему? Только к разогреву или к разрушению молекулы, кстати говоря. Может, какие-то молекулы нужно разрушать? Молекулы, которые вирусы, например, да? Может быть, и надо разрушать. Не совсем внятно, что это такое есть. Ну а уж биорезонансная терапия, это еще как-то более или менее понятно. То есть, вы облучаете... О, раньше называлось СВЧ. Ну-ка, погрейка носик, да? Вот такие штучки две клали, и СВЧ-полем грели нос, да? Сейчас это делают у нас в этой самой СВЧ-печке. Там нагревают, разогревают курицу из магазина, да? Вот, СВЧ. СВЧ. Да, это вроде как есть, но это не биорезонанс, это греют. А вот биорезонансная диагностика. Как поймать излучение одной молекулы? Ведь не ловят-то. Вот в этом я очень сильно сомневаюсь, что тут действительно что-то может быть. Это вот я сказал, что что думается в наших кругах, которым я, в общем-то говоря, думаю, что принадлежу. Ну, надеюсь, меня оттуда не исторгнут после того, что я дальше расскажу. А дальше я расскажу следующие вещи. Видите ли, в чём дело? Ну, вообще говоря, любую вещь можно объявить лженаукой. Ну, вот классическая, ну, явная лженаука, это модель атома Бора. Ну, просто лженаучная лженаука. Никуда не годится. Но до сих пор её изучают, проходят в школе, потому что она проще, чем квантовая механика, и до сих пор с её помощью можно рассчитывать, скажем, спектры излучения атома водорода. Да, пожалуйста. Но лженаука ведь. Ведь нет такого, чтобы вот двигался электрон по окружности, то есть ускоренно, и не излучал. Нет такого. А он движется, излучает. Вообще в квантовой механике чудные вещи. Электрон движется вокруг атома, но по прямой. Вот как так? Это вот невозможно. Но тем не менее. Вот квант света – это и волна, и частица. Она в одних случаях ведёт себя как волна, в других случаях как частица. В чём это взаимоисключающие свойства – волны и частицы. Так вот, может быть, и здесь что-то такое происходит. Я был на одной выставке, выставке изобретения, по-моему, называлась она, в Сокольниках, и там видел одну девушку. Девушка такая симпатичная вся из себя. Я про неё сюжет снимал, поэтому вот симпатичная, я тебе пересказываю восторг зрителей. Ой, какая она хорошая, красивая. Она рассказывала о своих опытах, которые она проводила в своей лаборатории. Она умерщифляла грибков одноклеточных. И этих одноклеточных грибки, если их облучить определённой частотой, в них начиналась идти репарация ДНК и восстановление мембран. Вот она обнаружила такой вот факт. Кто его знает? Что за процесс запускается вот этой вот частотой определённой? Резонанс же типичный. Не знаю. Удачи вам, всех благ.